Молодой человек погиб в аварии в Соколе. 24-летний юноша без прав управлял мопедом, выехал на встречный полосок, где врезался в ладу 10-й модели. Водитель мопеда скончался на месте происшествия, пострадал и пассажирка автомобиля. 61-летнюю женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и гематомой лица. Четверых череповчан задержали по подозрению в распространении наркотиков. Один из подозреваемых не достиг совершеннолетия. Старшему из них 38 лет, а младшему 17. По данным следствия, они продавали синтетические наркотики при помощи закладок. Полиция нашла у задержанных более 1,3 кг зелья. Возбуждено уголовное дело. Сразу два уголовных дела о посягательстве на половую неприкосновенность возбудили в Череповецком отделе Следственного комитета. По версии следствия, первый случай произошел два месяца назад. 19-летний горожанин вступил в половую связь с 14-летней знакомой. Фигурантом второго эпизода стал 28-летний мужчина, который на прошлой неделе пригласил к себе домой 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсетях. Связь со школьницей уже стоила череповчанию на свободы. На время следствия его поместили под стражу. Фигурант отдела дистанционно мошенничества отправили под суд. Волокжанин разместил в интернете объявление с просьбой о возврате утерянной сумки с документами за вознаграждение. Вскоре ему поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником ломбарда и попросил 10 тысяч рублей. Помогала мошеннику девушка 93-го года рождения. В результате мужчина перевел деньги, но документы так и не получил. Оперативники установили, что подозреваемый причастен к совершению других аналогичных преступлений. Собаку, которая пересекает дорогу по правилам, засняли подписчики группы ДТП Череповца. В комментариях многие отмечают, что некоторым горожанам стоит поучиться у четвероногого, как правильно переходить проезжую часть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова